Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает. Вопадок. Сегодня речь пойдет о книге в моем излюбленном жанре. То, что я очень-очень ценю и то, что я всегда с нетерпением жду на прилавках. Это очередная энциклопедия, посвященная природе, науке или истории человечества для детей. Это очередная книга в научно-популярном жанре для самого нуждающегося в этом жанре возраста. Потому что каждый из нас делает сознательный выбор, будучи взрослым человеком, читать ли ему сугубо деловую, так называемую. То есть прикладную, обучающую литературу, или заглядывать, расширяя эрудицию в какие-то сферы знания, которые к базовой специализации не имеют отношения. Точно так же, как я читаю с огромным удовольствием по книге по современной физике, разумеется, без формул, типа Хокинга, абсолютно упрощающую задачу, самыми общими словами объясняющие передовой край науки. Или по биологии, по вирусологии, по каким-то отраслям, к которым никак гуманитария не имеет отношения. И это мне страшно интересно. Также иногда я рассказываю и про гуманитарные науки, про гуманитарную сугубо филологическую литературу. Но надеюсь, что если мне интересна другая сторона, то и другой стороне, по всякому случаю, какому-то количеству людей будет интересна и сугубая филология. Так вот, научно-популярная литература для детей, она вот ко всему этому отношения не имеет. Это особый жанр. Там другие законы. Там важно не устаревание знаний и не следование передовому краю науки. Хотя, конечно, ошибки, неточности и какие-то ложные концепции научные, да, в книге изложенные, это просто вообще кошмар в детской литературе. Это недопустимо. Но, но, важно другое. Важна подача материала. Вот без подачи нет вообще ничего. Какие-нибудь охотники за микробами, да, которым уже сколько лет, да, этой книжке, они по-прежнему, или они писали на глине Эдварда Кира, несмотря ни на какое шагнувшее вперед знание человеческое, да, эти книги по-прежнему сверхактуальны. Потому что они написаны так. Они написаны так, что их будут читать еще наши дети и внуки. Так вот, одна из таких книг, похоже, у меня в руках. «Шагни за порог». Книга, которая и подана необычно, и выглядит необычно, и не является привычной энциклопедией конкретно по ботанике или по заводе. Во-первых, здесь сразу все. Если вы внимательно посмотрите на оглавление, оно уже само по себе необычно. Оно вот такое вот, оно, значит, вот таким сплошным замечательным полем текстовым, да, разбитым эмблемами соответствующих разделов, да. Вы увидите, что здесь все от, значит, биологии, да, от зоологии до астрономии, да, до космологии. Здесь вся природа абсолютно охвачена по темам, которые интересны и важны ребенку. Причем, что самое главное для меня в этой книге, да, даже не внешний вид, сейчас я о нем еще отдельно скажу, очень подробно. А это то, как подан материал, какой подход избран. Это подход доверительного разговора. А ты знаешь, что такое дождь? Ну, пойдем, помокнем под дождем, посмотрим, что там происходит. А теперь настало время взглянуть на звездное небо. Не забудь накинуть курточку, если на улице холодно. Это, знаете, очень смягчает вот ту сушь, которая невидимо откуда берется. Потому что сам там материал по себе захватывающий, интересен, да. Я говорю, что я, будучи взрослым человеком, который всю школу, всю астрономию в школе практически проспал, а у вас Пушкин на моих уроках всегда ноль, значит, садитесь и пишите стихи. Но, увы, я не Пушкин, я даже стихов не писал на задней партии, просто какую-то читал непонятницу. И, соответственно, я уже во взрослом возрасте взял книжку «Звезды галактики и метагалактики» и читал ее как детектив. Вообще просто мне страшно, было интересно. Оказывается, это целая, вот такая вот необычная, целый мир, да, открылся. Вот так и эта книга открывает каждым своим разделом целый мир. Мир насекомых, мир того, что незаметно, как они прячутся, как они охотятся, как они живут, как они рождаются. Мир полевых, значит, луговых животных, маленьких птиц, значит, грызунов, которые незаметны, опять же, которые не сразу увидишь, не сразу найдешь, но они обязательны в каждом, в каждом парке, лесу, сквере, в каждой роще, да, нет такого уголка, где не было бы этих, значит, созданий. И о них очень много всего интересного можно рассказать. Здесь, опять же, сочетание интересного факта и увлекательного рассказа, систематизация материала, да. Вот, давай отдохнем в их тени, деревья. Ведь это вот сам заголовок говорит о том, как будет рассказана книга. Действительно, давайте отдохнем в их тени и посмотрим наверх, помните, ежико в тумане, там, вот эта вот панорама дерева ветвей, посмотрим, как этот купол ветвей, значит, что он значит, что он из себя представляет, да. Я только что рассказывал о великолепной книге «Деревья», да, огромной книжище, но она для самых маленьких. Здесь же, как мы видим, большая, значит, номенклатурная информация, очень много видов птиц, животных, зверей, насекомых описано. Здесь большая, фактологически большой материал охвачен, да, но при этом он как-то не воспринимается, как громоздкое что-то. Благодаря, вот уже сказанному мной, такому тону, очень верному выбрано. Этот тон подойдет и для 10-летнего, и для 16-летнего. Этот тон, сам по себе, тон непосредственной беседы, ничуть не настаивающий на каком-то особенном отношении, на каких-то особенных вещах, да, просто неторопливый рассказ о природе. И вот об иллюстрациях, вы уже заметили, они очень сильно отличаются от того, что ожидает среднестатистический покупатель, вы увидите в среднестатистической книге о животных и зверях. Во-первых, это рисунки. Во-вторых, эти рисунки совсем не всегда даже цветные. Это двуцветные, прекрасные акварели, современные, стильные. Но не будем клеить на эту книгу ярлык дизайнерская книга и на этом успокаиваться. А лучше я вам скажу, чем я считаю такие иллюстрации привлекательные, почему они очень нужны в детской литературе. Во-первых, с тех пор, как цифровые технологии, современная полиграфия полностью стерли границу между нашими желаниями и нашими возможностями в отношении цветной фотографии и полноцветного изображения. То есть, можно миллионы страниц напомнить красивейшими цветными фотографиями, ребенок будет над ними зевать. Потому что сама по себе красота природы так просто не открывается. Как и все в этом мире, все в этом мире. Это требует особого подхода, особой дорожки. Вот такие иллюстрации. Во-первых, в отличие от цветной, полноцветной фотографии, или того, что вы ждете в книге National Geographic. Первое, что возьмется любой покупатель, который не задается вопросом подобрать что-то такое поинтереснее. Я уже сказал об уникальных свойствах текста. Но ведь привлекает-то картинка в первую очередь. Так вот о картинке. Такие иллюстрации отсекают все лишнее. Здесь нет деталей, которые отвлекут внимание, не позволят запомнить форму, размер, внешний вид животного, растения и так далее. Второе, такие картинки прежде всего приучают понимать, что прежде всего, чем вы увидите красивую компьютерную анимацию или фотографию, сделанную профессиональным фотографом за страшный гонорар где-то там в джунглях, существует обычный блокнот и ручка, куда вы примерно так и зарисовываете все, что вы видите. Такие картинки побуждают ребенка взяться за акварельную краску или за карандаш. Это чрезвычайно приятно. При этом детские рисунки они напоминают очень-очень слегка. Вовсе, я бы сказал, даже не напоминают. Это профессиональная работа, очень тонко сделанная. Тут важно, что ребенок видит подобное тому, что можно сделать своими руками, но и берется за карандаш и листок бумаги. Ценнее ничего не придумать. Все остальные цели меркнут по сравнению с вот этим. Это второе. Третье. Эти иллюстрации позволяют отличать настоящее искусство, настоящую книжную иллюстрацию от цветного фотографии, цветной фотографии, да, той же травинки, того же листочка, которую можно сделать айфончиком миллион раз с любой позиции в любое время суток. Да, я ничего не хочу сказать плохого про фотографии, сделанные айфончиком. Это свой жанр. Но есть у каждой технологии ограничения. И тиражируемость не является достоинством в таком случае, в таком случае, да, в таком роде. Здесь у нас как раз важно показать, что это только в этой книге вы увидите такую иллюстрацию, в этой книге вы увидите такую картинку, да, не она запомнится. Запоминаемость одна из важнейших вещей. А миллион одинаковых кадров, да, похожих один на другой, он ничего этого не даст. Ну и, наконец, последнее. Конечно, многие из этих иллюстраций не несут в себе непосредственной наглядной информационной нагрузки, да. Они не являются таблицами или схемами для изучения каких-то объектов природных. Забудьте вы вообще об этом. Они передают настроение, они передают ощущение, они передают впечатление. Это же самое передает и цветная фотография, да, в каких-нибудь, я уже сказал, дешевых книжках про животных. Но так как это сделает художник, невозможно это увидеть при помощи фотоаппарата. Он делает это руками, руки это и есть его глаза. И это совершенно непередаваемая словами, неописываемая, даже не буду пытаться, оптика, какая-то особая взгляда на мир. И, конечно, особое лирическое настроение, особая любовь к созданиям, которые изображаются, особая нежность к людям, которые в этой природе изображены, да. Мальчик и девочка, там герои книги, они постоянно, она чувствуется в каждом пятне световом, в каждом, значит, штрихе, на каждом развороте. А иллюстрация в этой книге море, на самом деле, она сверх иллюстрирована даже. Вот. И, конечно, вот такая книга, да, такая большая книга. Рассмотрим тебя как млекопитающий. Вот такой прекрасный подход, да. Значит, взгляни на окружающий мир, как на экосистему, да. Давайте, давай построим твою, твой ареал обитания, да. Это позволяет немножечко сделать шаг в сторону, взглянуть на привычные и даже иногда наскучившие уже вещи, вот этими всеми бесконечными научно-популярными. Поток-то информационный, он очень большой, на самом деле, у ребенка. Вот. Позволяет немножко взглянуть по-другому, по-новому, перетряхнуть знания. Это великое дело. Опять же, фору даст громадную любому учебнику, да, по биологии, любой книге. Потому что именно такой подход, он самый плодотворный. Творите вместе с детьми, читайте с ними такие книги и, в общем, как можно чаще бывайте на природе. Это я вам говорю, человек, который живет в большом городе и на природе бывает очень редко. О чем, конечно же, жалею. Издательство «Самокат», «Шагни за порог», «Путеводитель по природе». Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.